На площади более 18 тысяч гектаров преимущественно технические культуры. Яровые и озимые также занимают обширную территорию хозяйства Агрос. Новым, но по мнению аграриев, успешным стало выращивание льна. Эта культура, по словам специалистов, уже в ближайшее время должна приносить фермерам хозяйства основную часть прибыли. Льна – это экспортно ориентированный такой продукт, который заказывают уже медицинские компании, как отечественные производители, так и импортные компании. Есть спрос, да, но рынок, конечно, не такой огромный, допустим, как там по пшенице, как по подсолнечнику. А для увеличения поголовья скота сейчас возводится новая мясомолочная ферма, открытие которой намечено на конец этого года. По словам чиновников, еще одним немаловажным фактором остается сдерживание роста цен на продукты первой необходимости. Если мы сегодня, как диктуют нам переработчики условия, уйдем опять на монопольную систему, но сахар сегодня будет 38, завтра он будет 70 рублей стоить. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. А почему происходит это? Учитывая сокращение сегодня производства именно сахарной свеклы, они диктуют сегодня ценовую политику. Самообеспеченность региона – основная задача, которую поставил перед аграриями губернаторы в обращении к жителям области. В ближайшие годы привозных товаров на саратовских прилавках, по мнению Валерия Радаева, должно быть меньше. А на смену должны прийти продукты местных производителей. Такие бренды, как «Энгельские томаты», «Возглавный карбулас и картофель», «Ровенские арбузы», «Атгарское подсолнечное масло» должны приумножаться рекламой продукции местных товаропроизводителей. Ведь есть еще саратовский мёд, марсовское пиво, хвалынские яблоки икра, черемшанские и романские соки. Дальнейшие планы в развитии растереводства связаны с расширением аршайного глина, который один из наиболее крупных в России. Успешная реализация поставленных в сельском хозяйстве задач уже в ближайшие годы должна вывести саратовский регион в лидеры по производству натуральной, экологически чистой продукции без ГМО, как на местных, так и на российских рынках. Екатерина Ковальчук, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.